Ссылка на природность предполагает, что естественная склонность к чему-либо указывает на правильность этого. Но, к примеру, утверждается, что среди животных моногамные отношения скорее исключение, чем правило. Поэтому супружеская неверность грехом не является. Она более естественная, чем пресловутое, что Бог сочетал того человека, который не разлучает. Сторонники такой аргументации не замечают, как сами себе противоречат. С одной стороны, они заявляют, что моногамные отношения, мол, противоестественные, являются пережитками темного прошлого, и что человеческое общество получило достаточное развитие, чтобы избавиться от ханжеских предрассудков, стереотипов и условностей. С другой же стороны, в качестве эталона взаимоотношений между людьми приводится к поведению животных. В итоге непонятно, о каком развитии идет речь, если человек возвращается в животное состояние. Это не развитие, а деградация. К тому же нередко ссылка на природность приводится в сочетании со ссылкой на случай, когда с целью обоснования своего аргумента ссылаются на редкие, разовые, случайные или девиантные явления в природе, как на естественные, то есть само собой разумеющиеся. Да, действительно, в падшем мере измена, вражда, насилие, обман, несправедливость и прочие звериные формы отношений царят и среди людей. Но то, что так есть, не предполагает, что так и должно быть. То, что реально творится вокруг, общеизвестно. Писание же нам указывает на то, как должно быть в соответствии замыслом создателя. Мораль категория не описательная, а предписательная.